Здравствуйте, уважаемые зрители и радиослушатели! У нас сегодня на связи прямиком из Цюриха режиссер Мария Брэндоль. Она срежиссировала фильм, который попал в шорт-лист «Оскара», который пройдет в 2022 году. Сюжет рассказывает о девушке, похищенной ради вступления в брак. И мы сейчас свяжемся с Марией. Здравствуйте, Мария! Здравствуйте! Спасибо, что вышли на связь. Вам спасибо за звонок. Во-первых, я хотел бы поздравить вас с недавним успехом. В каком настроении вы пребываете? Чего ожидаете? Я очень взволнована и очень-очень счастлива, так как это большое событие. Мы совсем не ожидали, что наш фильм может так далеко пойти. Так что сейчас я очень взволнована. Мария, скажите, пожалуйста, перед тем, как приступить к съемкам фильма «Алла Качу» в Кыргызстане, вы, наверное, прощупывали почву, исследовали тему. Как это происходило? Как долго длились съемки? Мы готовились к этому два года, провели множество исследований. Я встретила много кыргызских женщин, которые рассказывали мне свои истории. Потребовалось немало времени, чтобы выслушать эти истории, проникнуться ими, чтобы начать писать сценарий по ним. Мы начали в 2017 году. Работа продлилась до 2019. Фильм был готов в августе 2020 года. Как вы узнали про понятие «Алла Качу»? Какова была ваша реакция, когда узнали об этой проблеме? Я узнала об этом от друга, который несколько недель пробыл в Кыргызстане. Когда вернулся, он рассказал, что такое существует. Он рассказал мне об украденной девушке. Раньше о таком я не слышала, стала изучать вопрос. Узнала, что такие случаи нередки. Мне было немного стыдно, что я об этом ничего не знала. И я захотела узнать, что случилось дальше с этими женщинами. Захотела снять об этом фильм, рассказать о существовании чего-то такого, о чем многие не догадываются. Почему вы выбрали эту тему? Думаете, это означает моя тема на международном уровне? Да, я так думаю. У многих женщин нет выбора при замужестве. Как представителю другой культуры мне все это интересно. И важно, чтобы мир знал, с какими сложностями и проблемами встречаются женщины. Я хочу рассказывать об этом. Вы писали, что хотите дать голос тем, кого никто не слышит. Считаете, что проблема похищения девушек в Кыргызстане недостаточно освещается в СМИ? Я думаю, что в других странах об этом мало известно. Это правда. Столько людей даже никогда не слышали об этом. Важно, чтобы такие истории были рассказаны. У женщин должна быть такая возможность. Как к фильму отнеслись критики, в частности, к распространенной проблеме, принуждения к вступлению в брак? Насильственные браки – огромная проблема во всем мире. Много таких стран. Даже в Швейцарии это есть. Насильственные браки встречаются в разных видах. Так что эта тема актуальна не только в Кыргызстане. Интересно, что и столько кинофестивалей были заинтересованы показать этот фильм. Реакции было много. Я получила кучу сообщений после показов, после такой большой работы в Кыргызстане. Мне очень понравилась страна и ее люди. Я заметила, что люди хотят посмотреть на эту страну. Не только на эту проблему похищения людей. Они хотят посмотреть, насколько красив Кыргызстан. С какими барьерами вы столкнулись во время съемок этого фильма в Кыргызстане? Что оказалось самым трудным? Возможно, это был кастинг или бюрократия? Возможно, в кастинге, в кастинге и в бюрократии, в кастинге, в кастинге, в кастинге, в кастинге, в кастинге. Что вы испытывали перед своим точкам? Самой большой проблемой стала пандемия. Мы завершили работу над фильмом в августе 2020 года. Это был период карантина. Я думала, что вернусь в Кыргызстан, пообщаюсь там с людьми, встречусь с замечательной командой, покажу фильм, но пока такой возможности не представилось. Я надеюсь, что все наладится. И для меня было не так просто снимать фильм на языке, который я не понимаю. Так что между мной и актерами было большое доверие. Это не моя культура, я всему только училась. Это была командная работа, не лично моя. Как думаете, можно ли искоренить проблему похищения людей, снимая фильмы и вообще через современное искусство? Да, это создает диалог, показывает, что происходит при этом. Вам не нужно читать статьи, вы можете окунуться в этот фильм и посмотреть. Это возможность достучаться до людей и изменить их мнение. Было важно создать сильного персонажа, борющегося за свои права. Кто своим примером вдохновлял бы других девушек? Каковы ваши впечатления о Кыргызстане? Думаете ли вы, что представители местной киноиндустрии смогут так же, как и вы, попасть в шорт-лист кинопремии «Оскар»? Да, я верю в это. Я встретила много местных кинематографистов, проделывающих великолепную работу. Это замечательная страна с замечательными людьми. Я поддерживаю связь с ребятами из моей команды. Они работают, снимают фильмы. В Кыргызстане много талантов, способных выйти на международный уровень. Поделитесь планами на будущее. Будете ли вы еще снимать фильмы в Кыргызстане? Если да, то какие темы вас интересуют? Надеюсь, что еще смогу поработать в прекрасном Кыргызстане. Вообще, у вас в Кыргызстане разнообразие тем, заслуживающих внимания. Сейчас об этом сложно говорить из-за ситуации с ковидом. Но я все же надеюсь приехать. Потому что в этой пандемической ситуации, потому что ковид, мы не знаем, что будет в следующем году. Но я все равно надеюсь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...